Добрый день, уважаемый председатель, уважаемые коллеги. Говоря о метастатическом почтно-клеточном раке, хочется сказать, что действительно последние года интерес к лечению этой категории больных большой. И в первую очередь объясняется тем, что несмотря на все наши достижения ранней диагностики, около 30% больных при первичной диагностике уже имеют метастазы. Кроме того, около 20-40% больных, которые мы выполнили на фрактомию, есть риск развития метастазов. Поэтому эта категория больных никуда не исчезла, и она постоянно будет у нас в наличии. Говоря о современных подходах, необходимо сказать, что появление таргетной терапии вследствие достаточно хорошей эффективности, умеренной токсичности сделало эта группа препаратов препаратами первой линии. И мы в свое время, когда они появились, в общем-то действительно оценили как революционный прорыв в плане лечения этой категории больных. Тем не менее, более глубокое понимание иммунных ответов, механизмов иммунного ответа у онкологических больных привело к появлению новой группы препаратов, чекпоинт-ингибиторов. И ингибиторы тирозинкинадзе, наиболее часто используемые препараты, которые были в первой линии терапии больных с метастазическим браком почки, они потихоньку ушли уже как бы с этих привитовых позиций. И ряд исследований, которые были проведены не только по применению, оценке эффективности чекпоинт-ингибиторов у этой категории больных, но и именно комбинированная терапия, сочетание двух препаратов, на сегодняшний день является, в общем-то, самой современной линией терапии. И вот одно из исследований, КИНО-426, в которое были включены пациенты с новым диагностированием или пациентами с рецидивными, с едлоклеточным раком четвертой стадии, опять же, те, которые не получали системную терапию, были разделены на две группы. Одна получала пембролизума, оксистениб, другая получала сутент, препарат, который ранее был препаратом первой линии. Пациенты были стратифицированы по группам риска. Кроме того, все пациенты прошли типирование по экспрессии PD-L1. И первичными точками исследования была общая выживаемость, выживаемость без прогрессирования, другими, вторичная длительность ответа и безопасность и переносимость препаратов. Исследование показало, что практически общая выживаемость в группе комбинированной терапии была на 10% выше, чем в группе сутента, как в течение первого года, так и на 18-й месяц терапии. Выживаемость без прогрессирования также показала позитивный эффект комбинированной терапии, его преимущество над терапией, монотерапией сутентом на 8%. Медианная выживаемость без прогрессирования составила 4 месяца. Если говорить о частоте объективных ответов, то необходимо сказать, что эта разница в частоте объективных ответов была 23% в пользу комбинированной терапии. При этом частота полных ответов в группе комбинированной терапии составила 5,8%, а в группе монотерапии 1,9%. То есть практически в 3 раза частота полных ответов была выше в группе пербролизумаба аксистенима. В процессе работы проводилось изучение размеров таргетных очагов по сравнению с базовыми данными. Исследование показало, что процент пациентов, у которых размеры таргетных очагов снизились более 80%, в группе комбинированной терапии составили 17%, а полный ответ таргетных повреждений составил 9%. В группе сутента эти показатели были практически в 3 раза ниже. Говоря о группах прогноза, общая выживаемость пациентов, получавших комбинированную терапию в группе благоприятного прогноза, она была сопоставима с показателями, которые были получены в группе пациентов, которые получали сутент. Тем не менее, коэффициент риска был 0,64, что явно указывает на эффективность комбинированной терапии в лучшую сторону. Выживаемость без прогрессирования показала лучшие показатели в группе комбинированной терапии, а частота объективных ответов в группе благоприятного прогноза составила плюс 27% в пользу комбинированной терапии. Если говорить о группе промежуточного и плохого прогноза, то здесь практически как показатели общей выживаемости, так и выживаемости без прогрессирования были на 16% лучше в группе пембролизумаба и сетениба в сравнении с утентом. А частота объективного ответа на 26% была выше в группе комбинированной терапии. В исследование было включено около 17% пациентов, у которых в состав обхоли входил саркоматомный подтип. Известно, что эта группа обхолей обладает наиболее агрессивным течением и, как правило, является достаточно большой проблемой при выборе оптимального вида лечения. И в данном случае применение комбинированной терапии в этой группе больных показало частоту объективных ответов на 20% лучше в группе комбинированной терапии по сравнению с группой, получавших монотерапию с утентом. А частота полных ответов таргетных очагов практически в 6 раз была выше в группе комбинированной терапии. Хорошие показатели были показаны при оценке выживаемости без прогрессирования пациентов с саркоматомным подтипом в группе, получавших комбинированную терапию. И преимущество комбинированной терапии составило в пределах 20% выше, чем в группе монотерапии. Если говорить о нежелательных явлениях, которые сравнивались в двух группах, то в целом видно, что практически картина симметричная. Безусловно, необходимо отметить, что в группе комбинированной терапии отмечено повышение ферментов АЛТ и АСТ. Однако все они, в принципе, купируются в процессе терапии. Об этом нужно помнить. Что касается других осложнений, они существенно не разнились в двух группах. Безусловно, параллельно с этим исследованием интерес к комбинированной терапии в мире достаточно большой. Проведено достаточно большое количество аналогичных исследований с применением комбинированной терапии у пациентов этой же группы. И на сегодняшний день опубликованы данные нескольких метаанализов. Тем не менее, один из метаанализов сравнивал 15 различных видов в первой линии терапии метастатического почечноклеточного рака по сравнению с утентом. И это исследование, этот метаанализ показал, что практически комбинация пембролизума, макситиниб показала максимальные, лучшие, самые лучшие результаты. Коэффициент риска составил всего 0,53. В то же время сравнение этой комбинации с другими препаратами, с другими схемами лечения также показало преимущество пембролизума, макситиниба над другими схемами терапии, в том числе и комбинированными. Сравнение оценки выживаемости без прогрессирования. В данном случае метаанализ сравнивал 21 различный вид терапии. Показал, что наряду с комбинацией пембролизума, макситиниба достаточно хорошие результаты в плане вживаемости без прогрессирования. Показал исследование, где применялся кабазитиниб, а также миллумаб, пиллумаб и афиллумаб, окситиниб. Тем не менее, сравнение всех схем терапии по сравнению с комбинацией пембролизума, макситиниб показало достаточно его преимущество в сравнении с остальными препаратами, за исключением, может быть, кабазитиниба. Все это позволило в комбинированной схеме пембролизума, макситиниб войти в первую линию терапии метастатического рака почки. И в этом плане необходимо сказать, что он вошел и как в группу позитивного, благоприятного риска, так и в группу промежуточного прогноза и плохого прогноза. Подводя итог, можно сказать, что комбинация первого лизумаба и окситиниба продемонстрировала более высокую эффективность по сравнению с утентом у пациентов с метастатическим сельдоклеточным раком, которые ранее не получали таргетную терапию, системную терапию. Польза от применения комбинации наблюдалась практически у всех групп, включая группы благоприятного, промежуточного и плохого прогноза, независимо от экспрессии ПДЛ-1. Токсичность была сопоставима в группах сравнения и полученные результаты говорят о том, что данная комбинация должна быть применена в качестве первой линии терапии пациентов с распространенным фитоклеточным раком. Спасибо. Спасибо.